Здравствуйте! Вы смотрите программу Ретроград. Человеческая память хороша тем, что избирательная. Скорее, на ум придет что-нибудь хорошее из нашего прошлого. А вот скверное чаще забывается. Или рассматриваешь со временем разочарование, как еще одно приключение, еще один опыт. Вместе вспоминаем прошлое и живем настоящим. Площадь Ленина и площадь Тизенгауза. Они находятся настолько близко друг к другу, что рядовые гродницы часто путают. Одно это место или же разное. Один мой знакомый говорит так. А кинуть взором площадь Тизенгауза мог и маленький Ленин. А вот площадь Ленина караулит Ленин Большой. Мы как раз и находимся рядом с этим памятником. А вот каким был Ленин маленький и где он находился, мы сейчас с вами и посмотрим. С приходом в город Гродно советской власти, как, впрочем, и любой другой, начались массовые переименования улиц и площадей. В 1940 году одна из центральных площадей города получила имя Ленина. По традиции на ней был поставлен памятник вождю, достаточно небольшой по размерам. Поэтому со временем, после возведения другого памятника, в народе их начали различать так. Ленин маленький и Ленин большой. Место, где размещался первый памятник, сейчас пустует. Это площадка перед памятником неизвестному солдату и вечным огнем. Вождь мирового пролетариата окидывал взором площадь, которая сегодня является проезжей частью. И с 1992 года носит имя своего создателя – площадь Тизенгауза. А площадь Тюленина стала называться «Соседняя», которая образовалась в результате реконструкции долины реки Городничанка во второй половине 80-х годов. Сегодня площадь представляет собой прямоугольник, ограниченный с трех сторон зданиями – горосполкома, архива и жилым домом на улице Ожежка. А четвертой стороной она раскрывается к парку имени Жилибера. Перед зданием горосполкома в октябре 1987 года был торжественно открыт новый памятник Ленину, названный Гродницами Большим. Кстати, маленький Ленин накануне был демонтирован и отправлен в один из районных центров Гродницкой области. Если с памятниками более-менее разобрались, то по поводу площади Ленина вопросов еще много. В архиве мы нашли кадры, которые сегодня по праву можно назвать уникальными. Это запись выступления ансамбля «Неман» в начале 70-х годов. Съемки проходили на нынешней площади Ленина. И сегодня мы имеем возможность хотя бы частично увидеть, как раньше выглядело это место. Еще один сюжет сначала вызвал у нас много вопросов, а потом предположений. Называется он «Вырубка берез на площади Ленина». Обратите внимание, что деревья находятся в своеобразных кирпичных колодцах. Видимо, когда долину реки Городничанка засыпали, то решили молодые березки сохранить. А так как уровень земли намного поднимался, то вокруг каждого деревца выстроили защитную ограду. По какой-то причине в 1990 году эти березы решили вырубить. Кадры города, которые сохранились в архиве телестудии, помогают нам не просто прикоснуться к прошлому, но и предлагают оценить те или иные поступки гродницев прежних поколений. Ноябрьская демонстрация 1989 года, пожалуй, последняя, которая проходила на Советской площади. Уже была завершена реконструкция площади Ленина. Своё место занял памятник. Были построены специальные трибуны для городской администрации. Новая площадь ждала праздника. А пока на ней в последний раз выстраивались праздничные колонны гроднинских предприятий, чтобы отсюда пройти по улице Советской и торжественно выступить на Советскую площадь. Ноябрьская демонстрация для гродницев событием была особенным. Заранее у подножия дворца текстильщиков водружались металлические трибуны для представителей городской администрации. На фасаде здания размещался огромный портрет Ленина. Повсюду крепились красные знамена. Все предприятия и организации города были обязаны предстать во всей красе. Поэтому заготовке транспарантов и плакатов уделялось особое внимание и немалые денежные суммы. С самого утра 7 ноября вход на Советскую площадь был перекрыт. Здесь находились многочисленные отряды милиции. Народная молва поговаривает, что на крыше дворца текстильщиков лежали снайперы. Так это или нет, точно неизвестно. Но достоверно то, что уже со второй половины 70-х всем жителям ближайших домов было строжайше запрещено во время демонстрации распахивать окна и балконные двери. Колонны демонстрантов собирались заранее. Участников шествия к концу 80-х было так много, что размещаться некоторым приходилось довольно далеко от площади, на улицах Ожешко и Социалистической. В ожидании своего выхода горожане уже начинали праздник, благо, что все необходимые припасы брали с собой. После торжественного прохождения по площади и взаимного приветствия со стоящим на трибунах первыми лицами города, в районе драматического театра парадные колонны рассыпались, и демонстранты собирались компаниями или же спешили домой, чтобы в кругу семьи 7 ноября продолжить празднование дня Великой Октябрьской революции. Двери знаменитого серого дома, а именно так часто называли это здание, были всегда распахнуты представителям грудинской интеллигенции больше ста лет назад. И многие с теплотой вспоминали насыщенные общением вечера, проведенные на веранде. История жизни хозяйки этого домика, как, впрочем, и история самого здания, является отражением устремлений и исканий ни одного поколения. В объектив кино и видеокамер домик Ожешко попадал не раз. Самые ранние кадры датируются 76-м годом. Это строительство нового здания. А в 80-е здесь проходили многочисленные конференции и встречи. Насколько тесно, сегодня в домике переплелись современность и история, нам расскажет библиотекарь юношеского филиала Грудинской областной научной библиотеки имени Карского Матыс Вера Константиновна. Один из путешественников в 20 веке писал, «Домик сам по себе ничего особого не представлял, обыкновенный деревянный домик с мансардой, но внутри он такие лучи издавал добра и милосердия, что это все освещало весь наш город». Домик сам по себе, после того, как Элиза Ажишко поселилась в этот домик, буквально через полгода, стал называться домом пани Элизы. Не было того человека, которому бы она отказала в помощи. Здесь, в этом домике, Элиза Ажишко организовывала ежегодно рождественские елки для деток-сирот. Здесь организовала приют для девушек-сирот, которых воспитывала, обучала, выдавала замуж. При жизни Элизы Ажишко домик стал интеллектуальным центром нашего города. Здесь писательница организовывала различные встречи, мероприятия. Неоднократно в домике бывал Францишко Богушевич, белорусский поэт, который в письмах писал «Глубоко поважана пани, ты королева живого слова и покутливой правды». В 1866 году Элиза Ажишко написала повесть «В голодные годы». Повесть начинается такими словами «Послушайте, прекрасные господа и дамы, я расскажу вам коротенькую историю. Приходилось ли вам когда-нибудь с блистательной вашей высоты бросать взгляд в самые низины, проникнуть глубь тех темных, обездоленных, лишенных прекрасного слоев общества, чей удел тяжелый труд». Это произведение имело огромный успех, потому что писательница была на стороне бедных людей. И так до конца своей жизни. В 1885 году у нас в Гродно был страшный пожар. Домик Элиза Ажишко сгорел. Сгорели последние рукописи писательницы. Но свое горе она не восприняла так близко к сердцу, как горе всего нашего города. Она вошла в комитет помощи Погорельца с утра до вечера. Развозила медикаменты, вещи, еду, помогая людям. И видя, что в ближайшее время не восстановить наш город, она обратилась на весь мир за помощью. И со всего мира к нам стала приходить помощь. И в течение трех лет наш город был восстановлен. А в жилых, в административных зданиях появились портреты писательницы. Когда писательница тяжело заболела, губернатор города Гродно приказал устелить мостовую соломой, чтобы цоканье копыт не отражалось на здоровье уже и так совершенно больной Элизы Ажишко. Люди, простые люди, привезли лучшие сорта соломы из разных сел. И ею устелили путь от домика до могилки писательницы. Это было самое большое уважение простых людей к этому необыкновенному человеку. В 1920-м году в этом домике был открыт уникальный музей, где все, что осталось от писательницы, находилось в этом домике. Но во время войны очень много было уничтожено. В апреле 1965 года был открыт юношеский филиал. Это как бы продолжение того, что было при жизни писательницы, потому что при жизни она на втором этаже открыла читальные залы для мещан, интеллигенции и для молодежи. В 1976 году домик был перенесен подальше от дороги, но внешний облик дома сохранился. С 1965 по 2000 год знаменательно, что в домике находилось Гродненское областное отделение Союза писателей Белоруссии. Вот в этой комнате работал Алексей Карпюк, белорусский писатель, который очень много интересного рассказывал о своей жизни нашим читателям. 18 июня 2001 года, к 160-летию со дня рождения писательницы, была открыта мемориальная комната жизни и творчества Элизе Ажишко, где сохранились мраморный камин, гербарий, прижизненные издания, интересные фотографии, редкие фотографии, письма писательницы. С 2002 года в нашем домике был открыт литературно-музыкальный салон у Пани и Лизы, где проводились различные встречи, различные мероприятия, посвященные жизнью и деятельности Элизе Ажишко, а также другим знаменитым людям нашего города. С 2005 года продолжились традиции Элизы Ажишко. В домике стали проводиться рождественские елки для деток-сирот. И то, что здесь были слышны детские голоса, как бы перекликается с той эпохой, когда жила Элиза Ажишко. И мы все очень рады были этим событиям. В 2009 году наш домик приобрел новый облик. Был сделан капитальный ремонт. И у нас в марте 2009 года состоялось открытие информационно-образовательного центра Гродненской областной научной библиотеки имени Карского. В домике очень универсальный фонд. Это и книги, это журналы, газеты, видеокассеты, различные документы, которые представлены на белорусском, на русском и на 45 языках мира. Вот эти традиции, которые существуют в нашем домике, с любовью и уважением продолжают молодежь наша, наши молодые сотрудники. И я уверена, что память об этом замечательном человеке, который так много сделал для нашего Гродна, будет жить и продолжать ее, конечно, будет следующее поколение. И уверена, что не только библиотеки будут помнить об Элизе Ажишко, но и Гродненце. Напомнив вам яркие моменты прошлого, мы не упустили возможность в нашей программе провести параллели с днем сегодняшним. А выводы, надеюсь, каждый для себя сделает сам. Вместе вспоминаем прошлое и живем в настоящем. До свидания.